Я решила еще с вами немножко поболтать, но уже в процессе так ходьбы я засиделась за время нашего предыдущего с вами разговора Я просто к чему это вела по поводу подарков и всего остального Я просто хотела сказать, что мне кажется в таком возрасте уже нужно быть более собранными, более решительными Этого многим, к сожалению, не хватает, уже как-то надо решать этот процесс Ну как бы сидеть и думать, что подарить в течение двух недель, это абсолютно не взрослое поведение Я в это не хочу как бы вмешиваться сильно и не хочу, чтобы сейчас на меня налетели и сказали, какая я плохая Потому что я совершенно как бы не хотела никого обидеть, ни о ком плохо не хотела говорить Просто я веду к тому, что меня жутко раздражает, вот честно Мне жутко, вот как на что-то собирать деньги, на ремонт, как в чем-то нужно найти какой-то общий язык Это сразу начинается, вот просто никогда с таким не сталкивалась У меня ребенок не ходил в садик, поэтому у меня никогда не было сборов, например, денег на подарки Там, да, в садике Или еще где-то, просто И я всегда зависела плюс-минус там от своего мнения Или от мнения какого-то узкого круга близких мне людей А от мнения 30 человек, чтобы они еще и совпали, я никогда не зависела, вот И поэтому, может быть, дело в этом Может быть, я не прываюсь сейчас Ну правда, выбирать подарок две недели, я честно Я просто охренела с этого раза Вот Вот так вот Никому не хочу, я не говорю, что кто-то плохой или кто-то не такой Просто есть люди, которые любят перекручивать фразы Я не об этом сейчас говорю Сережка торчит из носа, как козявка Ладно Я не к тому, что кто-то плохой, кто-то не такой, что я кого-то обидела, еще что-то Нет, я никого не хотела этим обидеть Я так вот на всякий случай предупреждаю На всякий случай, как бы, да, предугадываю процесс Что может произойти после моих слов Я никого абсолютно не хотела этим обидеть Я просто хочу сказать, что меня в эту ситуацию выбило из колеи и заколебало Все Больше ничего не хотела сказать Вот Просто некоторые любят перекручивать факты И мне это жутко бесит Вот есть люди, им скажешь А Они еще тысячу Б придумают на это А И такого бреда на придумывают И перекрутят все нахрен так Что просто хочется сказать Ааа Или вздернуться Все Вспомнила, как мы ездили с родителями на море У папы тогда не было отпуска никак И он нас просто на море с мамой привез Снял нам домик И уехал Вот Мы жили на втором этаже В большом доме Это был какой-то Чей-то Чей-то большой дом Кто-то просто На море, я не помню Где это было, если честно Может это была Ялта Может это был Урзув Я уже не помню Нет, не Урзув точно Может Ялта это была Я вот честно не помню Я помню, что это был какой-то Или Юрьевка Я не помню По-моему, все-таки это была Ялта Это было в Украине Если что, это не Крымская Ялта Хотя Крым сейчас тоже принадлежит России Но тем не менее А я к тому, что Значит, мы тогда поехали отдыхать И значит Я увидела ежиков Я увидела Папа уехал тогда Он потом еще Значит, папа нас привез Побыл с нами денек или два Уехал И потом в самом конце нашего отпуска Тоже приехал Тоже побыл с нами денек или два Собрал нас И мы поехали домой Как-то так это было Потому что у папы тогда не было отпуска И он вырвался ненадолго Просто, чтобы хотя бы мы смогли отдохнуть на море Значит, мы в этом пансионате, где отдыхали Пришел ежик маленький И я ему вынесла на блюдечке молочка Потом он пришел еще на следующий день Снова пришел И так он приходил Приходил несколько дней подряд Потом я смотрю Он привел с собой еще ежиков И я, короче, выставила там три, по-моему, блюдечка с молоком И, в общем-то, в последний день Я ждала Мы не уезжали Я все ждала, когда придет ежик Со своими ребятами Со своими ежик Ежики, когда придут Я ждала Тот ежик, который у нас пил молочко несколько дней И его братва, которую он с собой приводил Я все ждала, ждала А где же этот ежик? А он все не приходил и не приходил И, в общем, я его так и не дождалась Выставила ему три блюдечка молока И мы уехали домой Вот такая грустная Грустная одновременно вместе с тем милая история Вот Я уже рассказывала о том, что я совершенно не понимаю Нынешнее поколение зумеров Я совсем не понимаю тиктокеров Мне совсем непонятно новое веяние Когда вот я смотрю на Габриэлу Вот эту вот бровину Которая в закрытой школе снималась Когда она то с одним пацаном снимается То с другим пацаном снимается То с третьим То с двумя вместе То когда пацаны снимаются Как будто они гей То еще что-то И вот она снимается с этими всеми пацанами Как будто она с ними встречается Как будто она с ними там в кровати лежит Для меня это честно Я слишком серьезно к этому отношусь Я считаю, что это как будто она легкого поведения Как будто она низкая социальная ответственность Даже для видео Постоянно лежать в кровати с разными мужиками Купаться в душе Типа они тебя мацают Ой, фу Я не знаю Ну честно Ну это не совсем правильно Скажем так По моему мнению Постоянно проводить время В каких-то дискотеках Вечеринках Гулянках Буханках И так далее И уж не дай бог Принимать наркотики Для меня это ненормально Я тоже ходила на вечеринки У меня тоже было большое количество друзей Большая компания Разные компании Я тоже человек Вот Но мы не проводили каждый божий день В пьянках Гулянках В вечеринках В ночных клубах И так далее Ну были какие-то и трезвые У нас развлечения тоже Не без этого, конечно Но в таких количествах Как некоторые снимают в инстаграме Свои регулярные гульки Я это ай-яй-яй Как осуждаю Вот такая я ханжа Для меня странно Правда Вот эти непонятные движения Они сейчас любят Как-то Вот так делать Там что Снимают видео Там какая-то музыка играет И там баба какая-то Какую-то такую херню поделала Вот Только ну покрасивее Чем я сейчас показала Да Вот Там намазанная поярче Губежки Вот эти вот накаченные Особенно когда верхняя губа Раза в два больше Чем нижняя Это вообще меня пугает И когда они еще их накрасят Эти вареники посильнее Ой это вообще Ну это даже выглядит смешно Так и хочется сказать Посмотри на себя в зеркало Я конечно тоже не мечу Этой фразой Самые красивые Или самые умные Я какая-то Какая есть Но накачивать себе Верхнюю губу Больше нижней Как бы ну по природе То известно Что нижняя больше верхней Зачем верхняя больше нижней В общем ладно Когда они ее еще накачивают И вот тут вот такая фигня Образуется И вот тут скатывается Короче тональник И вся прочая хрень Выглядит это в итоге Как усы Это мрад Ну да ладно Дело не в этом Я совершенно не понимаю Х музыку Вот Как бы есть поколение Есть в этом поколении Люди умные Талантливые Классные Интересные Есть прикольные словечки Которые я употребляю Которые у меня ребенок употребляет И рассказывает Что это за слова Как он музыку слушает Потому что он тоже Как бы новое поколение Совершенно неизвестно и чуждо Мне На данный момент Но Все таки По крайней мере Вот ту часть Которая связана С постоянными Гулянками Алкоголем Наркотиками По дворам И влияла на нас компания С которой мы гуляли Люди Которые Знали Там Компания Там Нашу компанию Там Еще кто-то Там То есть Люди с которыми Ты в тесном кругу общаешься Да И какие-то еще знакомые Которые там Уже входят В большую твою компанию Понимаете о чем я То есть мы например Собирались Да Наша компания И например Еще какие-то Несколько компашек Да Мы в целом Одна большущая компаха Да Но мы разбивались На несколько маленьких И например Каждый день мы гуляли Маленькими Маленькими компашками Своими А когда были Какие-то праздники Дни рождения Съемки клипа У кого-то Потому что я общалась С рок-музыкантами И поэтому у нас Периодически были Съемки клипа У кого-то И так далее Это была какая-то Свадьба новоселье То мы собирались С одной огромной Компахой Вот То есть как-то так И то есть раньше На нас сильно влияла Улица Вот А сейчас на нас Влияют соцсети И люди оттуда Это нормально Но только нужно помнить Что нужно быть чистым Добрым и хорошим Всегда И нужно помнить Что если соленый огурчик Если свежий огурчик Положить в баночку С солеными огурчиками То свежий огурчик Тоже станет соленым Поэтому нет такого Что типа Ну я да Я общаюсь с этими людьми Но я же сам не такой Лучше не общаться С такими С такими Людьми Лучше не общаться С плохими Потому что Рано или поздно Все равно На тебе скажется Их влияние Вот так же С соцсетями Нужно думать Нужно пропускать Информацию Какую-то Нужно понимать Что ты в себя впитываешь И нужно Ну как-то Отсеивать Фильтровать Вот Хотя еще раз И как бы В завершении всего Я хотела сказать Что с учетом того Сколько сейчас Людей пропадает Сколько сейчас Развелось Педофилов Мне честно Гораздо более спокойно Когда у меня ребенок Находится в школе На каких-то Доб занятиях Общаться С одноклассниками На территории школы И Или там С какими-то Друзьями В гостях Не знаю У меня под присмотром Но только Не самостоятельно На улице В 8 лет Я все время Хочу сказать 7 Ребенку уже 9 В июне Вот Но гулять Самостоятельно Во дворе Я опас Я нет Так детей воруют Я как бы Нет Мне вообще Ну как бы Мне вообще Про Как сказать Я не знаю Чики пишут Другие родители Но лично Мне спокойнее Когда у меня ребенок Дома играет в комп По крайней мере Я знаю Что он жив Здоров Никто его не украл В этот момент И с ним все в порядке Да Вот так вот эгоистично Но все-таки Я понимаю Что ему все равно Жизнь жить Ему все равно Выходить в свет Выходить на улицу И так далее Все равно Он не будет Всю жизнь находиться здесь Ему социализироваться Он не будет Все время сидеть дома Ему в институт Идти Ему на работу Идти Но с другой стороны Сейчас люди И без институтов Работают прекрасно И дома Работают прекрасно И какое огромное Сейчас количество Фрилансеров Которые зарабатывают Гораздо больше людей Которые сидят На какой-то работе 8, 10, 12 часов Да И получают зарплату Раз-два в месяц Да Сейчас Очень много людей Которые на фрилансе И неизвестно Каким образом Будут зарабатывать Уже как бы Наши дети Когда вырастут Да Вот Потому что Ну Сейчас совершенно Другое поколение И как бы Строить предположение Что у них будет Так же Как было у нас Или как было у наших Там каких-то родственников Родителей Бабушек Дедушек И так далее Ну это достаточно глупо Потому что у следующего поколения Никогда не будет Так как было у нас А еще у следующего Не будет так Как было у наших детей Это глупо Строить предположение На сей счет Поэтому И вообще Я в последнее время Убеждаюсь в том Что я животных Люблю гораздо Гораздо больше Нежели чем людей Вот честно Вот честно Не знаю Хотя поговорить с вами О каких-то моих Американских Если можно так сказать Привычках Мне всегда хотят Чтобы у меня дома Не было вот люстр Да Эта штука Это я спалила потолок Придется делать ремонт Но я спалила не потолок А обои Вот Здесь жидкие обои Нужно будет делать ремонт Кот ободрал обои Я испортила потолок В общем Жопа жопная Вот Но зато мы много чего Оставим Для того что Не было в этой квартире Вот И я не по поводу разрушений Я по поводу Того чего здесь не было Там хорошего Из мебели Из бытовой техники И так далее Когда будем переезжать Плюс мы сделаем ремонт И плюс мы еще Оставляли залог За то что Если кот Здесь что-то Испортит Обдерет обои Сломает и так далее Вот Там лапами Подерет Какую-то мебель Или обои Мы за это залог Оставляли Но дело Но дело не в этом В общем Мне очень нравится Идея С вот этими Абажурами Когда говорят Вот в Америке Нет света Надо приходить И везде Каждый вот этот Абажур Включать А мне Мне так это нравится Мне так это нравится Когда в каждой комнате Абажуры И надо их включать Это так таинственно Это так загадочно Да грамантично Так уютно Так как-то по-осеннему Так атмосферно Я много уже слов привела В пример Вот И Ну Это было бы клево Честно Значит Следующий момент Моя привычка Не разбываться Я достаточно часто Хожу в квартире В уличной обуви Да Я потом мою полы Нет Я не хожу по пледам И коврам в обуви Ну Бывает Бывает Ну Бывает такое Но очень редко На самом деле Я Просто мне часто Нужно заскочить в квартиру Что-то взять Что-то забрать Или там Пересидеть 15 минут Между так сказать Моими пунктами назначения И Я не вижу смысла Каждый раз Переобуваться Я иногда и не раздеваюсь Я могу куртку тоже не снимать Вот Это не значит Что я дома не убираюсь Пройти в квартиру В обуви Пройтись по квартире В обуви Или посидеть 15 минут В квартире в обуви И в куртке Это не значит Что я дома не убираюсь Это неравнозначные понятия Потому что Меня раздражает Когда некоторые люди Пишут На этот момент Вот засеря Это не значит Что я не убираюсь Блин Вот Мне к слову Очень нравится Нравится идея с прачечными Жаль что у нас такого нет Потому что я смотрю Что в России Не во всех квартирах Есть стиралки Съемных Что например В Донецке Редкость большая Вот Или в Харькове Здесь не во всех квартирах Есть стиралки И огромный спрос На стиралки Полуавтомат Вот Чтобы типа Не устанавливать Стиралку Которая вот Это вот там Ну не Как бы не устанавливать Вот это вот Которая будет связана Автомат Да С проводами С вот этими всеми С вот Вот выход Вход Там подача воды Слив воды И так далее Просто да С вот этим вот Шлангочкой Выкинула эту шлангу В ванную Да Вот Которая от стиралки Чтоб вода сливалась Прям в ванную Шланг из ванной Вытащила Наливаешь себе водичку Спокойненько В стиралку Она стирает Потом через этот шланг Все сливается в ванную Туда-сюда И очень много К сожалению Очень много Кто покупает С стиралки Полуавтомат Вообще без отжима Я вообще считаю Что в этой стиралке Тогда и смысла никакого нет Отжима Это обязательно Шут Сам так не отожмешь Вот И вот эти штуки Мало кто покупает Себе сушилки В квартиру Много кто сушит вещи Даже не на бельевых веревках На балконе Я уже рассказывала За балконом Висят вот эти железки И на них сушат вещи Мне кажется Это ужасно Это утопия Это какой-то Советский Союз У нас такое было Наверное Ну В 70-х 90-х Популярно Сейчас Например Даже в той же Ясеноватой Такие сушилки Висят только На старых малосемейках Из окошка А здесь Это очень популярная штука И очень у многих Это есть Вот Еще есть такая Американская привычка Все запивать газировкой Если бы Я это обожаю Вот Еще обожаю Запивать водой Еду И американская привычка Пить все со льдом Даже чай Или кофе Пить со льдом И если ты не скажешь Что тебе без льда В кафешке То тебе по умолчанию Кинут лед в напиток Та же моя история Я постоянно пью чай Кофе со льдом Я все пью со льдом Как-то так Не могу сказать Что я постоянно болею Вот У меня ангина Да Хроническое заболевание Но я не могу сказать Что я прям часто им болею Я болею им Ну если болею То это всегда ангина Ну вот прям болею Я раз Раз два Один раз в год Один раз два года Я действительно прям болею Не просто простудилась Там на улице Перемерзла Стояла кахи-кахи Вот Тят Хотя рассказать вам Об особенностях моего тела Но мне кажется Что об этом и так уже все знают Я много раз рассказывала И о своей счетовидке О гипотиреозе О своем зрении уникальном Поэтому наверное В этом даже нет никакого смысла Вот Об особенностях моего зрения О том Что у меня зубов больше Чем у обычного нормального человека У меня зубов Столько же Сколько их было У вокалиста группы Queen Вот так вот Только у него они выпирали Изо рта прям У меня нет Вот И я не могу сказать Что это прям неудобно Что это прям ужасно Как-то мне Да, это влияет на дикцию Скажем так Вот Почему, кстати, он не стал делать себе операцию Потому что ему сказали Что это может каким-то образом Повлиять на вокал Он не сможет так петь Как он поет сейчас Он может повлиять на его дикцию И так далее Поэтому Он не стал делать себе операцию Вот Вот Но Я хочу сказать, что Сейчас соберусь с мыслями Он не стал, в общем, делать себе операцию Так и ходил с такими зубами Вот И я, кстати, тоже не планирую Но у меня были мысли Ранять Он креой И он кажется Из-за того, что он расположен дальше Чем все остальные зубы Он почему-то кажется Что он выше больше Ну, по-моему, это не так Ну, не на много Короче Ладно Кривоватый он у меня Этот зуб Я думала Это все исправить Может там брекеты Не брекеты У меня были подобные мысли В подростковом возрасте Там лет 12 У меня были такие мысли Мне почему-то тогда И отговорил И стоматолог И мама Сейчас я об этом снова задумалась А потом я узнала Что мне придется удалить Все свои зубы мудрости Для того, чтобы было Куда зацепить Эти самые Брекеты И я такая думаю Да ну нафиг Тем более, что у меня зубов Больше Чем должно быть у людей Нормальных Я как бы не очень хочу Такое количество Здоровых Никаким образом Меня не беспокоящих зубов Выдрать из себя Вот правда Не очень так хочу Вот Вот так вот Хотя рассказать Какое у нас было Репетиторство В школе В моей По математике Значит у меня было Очень Ой Опять телефон Разряжен Давайте наверное В другой раз Я об этом расскажу Я хотела рассказать О том Как ставили оценки У меня в лицее В котором я училась И какое Какое было у нас Репетиторство По математике В школе Это весьма Интересная тема Я знаю Вы любите Когда я рассказываю вам Свои истории Про школу Я увидела Очень много Откликов У себя В инстаграме Я кидала Какой-то пост По этому поводу И у меня был Очень большой отклик Я снимала видео И потом я написала Об этом пост И мне много Кто по этому поводу Написал То есть Много кто посмотрел Это видео моё И я как бы Ну то есть Я вкратце Рассказала в посте Что мол Так и так Так и так Да Есть такое-то Такое-то видео И у меня очень был Большой отклик От людей Которые это видео Посмотрели Ну и естественно Прочитали этот пост Вот Поэтому я знаю Что вы любите Мои рассказы Про буллинг в школе Буллинг в лицее Вот И у меня даже были Знаете мысли Когда меня булили И не первый раз И не в первом коллективе У меня даже были Такие мысли Что А может быть Если меня все Как бы ну Обижают Там да Чмурят Что может быть Дело не в этих людях А во мне Если это уже Не первый коллектив Меня не любят Может быть Мне нужно в себе Порыться И когда я стала Встречать коллектив Который меня любил И очень любил И людей Которые ко мне Замечательно относились От которых была Очень хорошая Отдача Мне А у меня Им И так далее Я поняла Что да нет Как бы Ну нифига Во-первых Я ничего такого Не сделала Чтобы мои Одноклассники Были ко мне такими Жестокими Я ничего не сделала Я никого не подставила Не обидела Ни одним И я не буду Я так никогда Не делала Вот Я никогда Не буду общаться С человеком Который мне Неприятен Неинтересен И так далее И тому подобное Но булить Обижать И так далее Это ненормально Я не подставляю людей Я просто Если вот Мне человек не нравится Я просто С ним не буду общаться Не буду ему помогать Если вот он Ну козел И так далее Ну вот Обижать человека Я точно не буду Вот Если я дружу Если я общаюсь Я всегда стараюсь Помочь Вот Я всегда стараюсь Как бы Я на пупе Изверчусь В жопе На две части Разорвусь Грубо говоря Но я всегда помогу Я всегда приду На выручку И так далее И ну Я не Люди С которыми Я общаюсь Я их не обзываю Никак Я их Ну я не знаю За что То есть Ко мне было Такое отношение Я до сих пор Не могу понять Я об этом Периодически Думаю Да Ну потому что Это моя Какая-то детская Травма Я ее не отпустила Я периодически К ней Возвращаюсь В те или иные Моменты Как и к хорошим Моментам Так и к плохим Все равно Иногда возвращаюсь По жизни Идя Вот Вспоминаю Ну Поэтому да Даже были мысли Что может Это я плохая Хотя я Все то Что мне предъявляли Что я там Кого-то обозвала Кого-то послала Кого-то ударила Кого-то как-то В телефоне подписала На фотографиях И в телефонной книге Это все было неправда Вот Это все было сплетни И мне непонятно Зачем их придумывать В общем Вот такая история Поэтому я знаю Что вы Многие Сталкивались С подобным И сами И поэтому Наверное Любите слушать Подобные истории От меня Вот Такое вот Измученное Измученное сердце Снова бьется Ту-ту-ту-ту-ту-ту Мотивчик немножко Не угадала Это Алена Винницкая Да по-моему Пела Мне она так нравилась Раньше Куда она вообще пропала Мне она так раньше нравилась И в Виагре Она мне нравилась И потом После Когда она уже начала Свою сольную карьеру Мне очень она нравилась Мне очень нравилась Ее пара с мужем Она такая маленькая Он такой большой Вот Ну Все До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok